Подрядчики, которые ремонтируют дороги в Тверской области, должны четко следовать срокам и следить за этим должно Министерство дорожного хозяйства. Об этом заявил Игорь Руденя. Он также согласовал ряд дополнительных региональных дорог, которые войдут в план ремонта в ближайшие три года. По поручению губернаторов плана ремонтных работ на дорогах регионального значения в 2020-2022 годах включены новые объекты. Один из дополнительных объектов – участок Большой Эскино-Жданово в Фировском районе, расположенный на дороге, соединяющей М-10 в районе Вышнего Волочка и М-9 в районе Западной Двины. Также рассмотрены предложения включений в проект программы объектов в Пеновском, Максатихинском, Калязинском районах, обеспечивающих доступность туристических достопримечательностей. Особо важными темами стали вопросы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, заключением контрактов с подрядчиками и финансированием работ. Дальше мы ждем более правильной плановой работы, та, которая была обозначена и принята актами правительства Тверской области. Мы четко будем требовать соблюдения установленных сроков проведения работ, потому что работы по дорожному хозяйству должны завершаться, кроме аварийных, до 1 октября, основной работы до 1 октября года, в который эти работы были обозначены. Губернатор отметил, все объекты, которые дорожники сдали в этом году, имеют гарантии 5 лет. За это время ни одна бригада не должна прикасаться к ним. В этом и состоит проверка качества уложенного покрытия. Когда мы затягиваем по тем или иным причинам проведения дорожных работ, то мы входим в определенную зону риска. Сегодня мы еще раз дали указание Дорожному фонду, Министерству транспорта, внимательно следить за ходом проведения работ и не допускать укладку асфальта во время дождя, либо во время снега, потому что это нарушение всех региональных норм, ну и, соответственно, это риски по сокращению гарантийного срока эксплуатации дорожного покрытия. Планируемый объем регионального дорожного фонда на 2020 год составит 9,2 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на ремонт, в том числе и капитальный, строительство и реконструкцию дорог, поддержку муниципалитетов в дорожной сфере, содержание трасс, обеспечение безопасности дорожного движения, а также обустройство автомобильных дорог соответствующей инфраструктурой, остановками общественного транспорта, стоянками для транспортных средств, площадками для передвижных пунктов весового контроля и линиями наружного освещения.